Девушки отдыхают В нашем регионе, пожалуй, главное кинособытие уходящего года Восьмой кинофестиваль Восток-Запад классика и авангард Праздник был запоминающимся Конкурсные ленты в различных кинотеатрах города и даже под открытым небом посмотрели сотни оренбуржцев Кстати, в Москве на прошедших в Совете Федерации днях Оренбургской области Тема кинофестиваля также была затронута Наша делегация и руководство форума поделились идеями о новом формате И получили поддержку со стороны Совета Федерации Впервые в этом году начинающие оренбургские режиссеры, актеры и кинооператоры Услышали советы от известных кинематографистов Работы молодых авторов были показаны на большом экране Их старания отмечены наградами А духутворенные этим событием местные кинематографисты снимают новые картины Кинотеатр «Сокол» сегодня полон новых идей В планах открытие киноклуба, в котором оренбуржцы смогут не только посмотреть интеллектуальное авторское кино Но и обсудить увиденное На местном уровне должны существовать площадки Очень важные для развития киноиндустрии нашей страны Без поддержки государства, Егор Кончаловский тоже об этом сказал Кино существовать не может Давайте работать Самая главная новость 2016-й в нашей стране объявлен годом российского кино Чего ждать в связи с этим событием оренбуржцам? Будем прикладывать все усилия для того, чтобы площадок показа фильмов в Оренбургской области стало как можно больше Будет как можно больше российских релизов, выходов российских фильмов 2015-й был богат на новые отечественные и зарубежные картины Какие же фильмы наиболее популярны среди оренбуржцев? В год 70-й годовщины Великой Победы Особым вниманием у зрителей пользовались фильмы военной тематики Картина режиссера Сергея Макрицкого «Битва за Севастополь» открывает наш рейтинг Люда! На войне убивают Я не смогу отсижиться здесь, мне стыдно Фильм совместного производства Австралии и США «Безумный Макс. Дорога ярости» также был востребован аудиторией Фильм «Марсианин», снятый по мотивам романа Эндри Уира стал одной из самых ожидаемых премьер прошедшего октября Есть ли вероятность, что он еще жив? Отечественный мультфильм «Крепость» щитом и мечом оценили не только дети, но и взрослые Среди зарубежных мультипликационных фильмов одним из самых востребованных стал «Головоломка» американского режиссера Пита Доктера Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Тоже заметили? Да, что-то не то Долгожданная премьера этой зимы состоялась седьмой эпизод культовой фантастической саги «Звездные войны» вышел на большой экран В кинотеатре «Сокол» решили не просто показать картину, которую ждали миллионы, но устроить настоящий праздник «Звездных войн» Ничто нас не остановит Я завершу начатое тобой Кстати, посмотреть седьмой эпизод «Звездных войн» в хорошем качестве теперь смогут и жители Новосергиевки в обновленном кинотеатре «Колос» Ну и всем любителям хорошего кино, ярких премьер, захватывающих сюжетов и только отличное настроение в новом году До встречи в кино! Субтитры подогнал «Симон»!